Вот это вот такое крупное у нас произошло философское событие. Потому что сначала кажется, что вот эти категории простые, такие как бытие, ничто, остановление, это такие простые категории, чего о них долго говорить. На самом деле это категории какие? Всеобщие. Почему всеобщие? Потому что это можно сказать обо всём. Всё есть. Всё есть, всё, что есть в бытие. Поэтому всё есть в бытие. Поэтому это не такая категория, которую вы можете применить, может не применить, которую применим к чему? Ко всему. Потом всякое бытие реальное, которое есть, оно, ваше бытие, это вы же не я. Поэтому всегда можно рассматривать как некое отрицание. Поэтому стул это не стул, стул это не кровать, кровать это не стакан, стакан это не ведро. Поэтому всякое категория можно рассматривать как некое ничто. Не говоря уже о том, что оно, то, что разрушается, оно переходит просто во что? В ничто. А что не разрушается? Есть что-нибудь такое, что не разрушается? Нету ничего. Всё приходящее. Всё приходящее. Ну, так сказать, в реальной жизни по-разному. Вот мы знаем, что вот этот стул приходящий, он прослужит ещё. Правильно? Сколько? Ну, можно прикинуть. Здание, сколько оно прослужит. То есть, на самом деле, ничего не приходящего нету. Но вот та операция, которую мы с вами сейчас совершили, после того, как мы получили такое замаскированное понимание становления, что это единственное возникновение и прихождение, в нём не усматривали уже бытие и ничто. Теперь мы поступили как следователи, как прокуратура, она усмотрела. Посмотрели внимательно. А оказалось, что возникновение – это можно записать как ничто, правильно? Ну, как и понимать вообще ничто, и только и можно понимать, как возникновение. Никакого другого ничто в жизни нашей, которое было бы только ничто и оставалось ничто, нету. Почему? Потому что в реальной жизни, потому что жизнь диалектична, в ней все категории переходят в свою предуположенность. Поэтому есть только такое ничто, которое переходит в бытие. Ну, вот вы, если брать вас как ничто, вы ещё не закончили обучение? То есть вы не закончившие вуз люди, правильно, студенты? Ну, если вы не закончили, значит, закончите, а только ничто переходит в бытие. У вас есть сомнения, что вы закончите своё отделение? Нет сомнений, что вы закончите институт истории, правильно? То есть, ну, это можно представить как переход в ничто в бытие. Вы пришли, поступили, вы когда поступили, вы как музеолог были в что? В ничто. Сейчас вы уже не ничто, потому что вы уже прошли какой-то путь в этом направлении, да? Но вы разве завершили этот путь? Не завершили. То есть вы, музеологи, находящиеся в процессе становления. Вот те кто, а студент кто такой? Это специалист или бакалавр в процессе становления. А чем отличается бакалавр от специалист? Специалист – это специалист, а бакалавр – это специалист, который остановился на полпути и так и не стал специалистом. Вот что сделали введением бакалавриата вместо специалитета. Вот мы, скажем, здесь присутствующие кончали вуз как специалисты в университете нашим. А специалисты имеют право преподавать в вузе, идти в аспирантуру. А бакалавр не имеет права преподавать в вузе и не имеет права пойти в аспирантуру. То есть вас взяли и лишили. Это называется по отношению к нашему образованию прихождение. У нас было хорошее образование вузовское, его ухудшили. Говорят, ну ничего, зато можно пойти в магистратуру. Во-первых, в магистратуру, чтобы пойти, нужно сидеть там не уже не пять лет в итоге, а шесть, учитывая четыре бакалавриата и два года, это раз. А это тяжело, потому что семьям тяжело кормить. Одно дело кормить детей, так сказать, четыре года или пять лет, а другое дело шесть. То есть это одно. А с другой стороны, поскольку не все в состоянии кормить, сами те, кто идут в магистратуру, работают, как правило. А поскольку они работают, они когда учатся в этой магистратуре? Днем или вечером? У вас есть магистратура? Когда они занимаются? Не заметили? У нас все, те, кто в нашей магистратуре, институты философии занимаются с пяти часов. Семнадцать-десять. Вот я сейчас преподаю на очно-заочном отделении у журналистов. В высшей школе журналистики и социальных коммуникаций. Там сохранилась вечерняя под названием очно-заочная. То они есть, то их нет. Вечером. Так вот, магистратура так же вечером, потому что днем они работают. И что получилось? А вечерняя сколько было лет? Не помните? В отделении шесть лет было. Пять лет был специалист, а вечерняя шесть лет. И занимается вечером. Ну, так у нас и магистратура, это вот бывшая вечерняя. Вот они приплыли после всех этих изменений. Пришли, что вместо дневного получилось четыре года дневных и два вечерних. И в целом вот такой. И никаких других дополнительных знаний или каких-то преимуществ. Человек, закончивший магистратуру, перед специалистами не имеет. Он имеет право поступать в аспирантуру, преподавать в УЗИ. То же, что делал специалист, которого учили пять лет. Я уже не говорю о том, что вся наша система сейчас, благодаря допустиму нашему министерству высшего образования и науки, тоже находится практически на время. За три года. Последним. Ликвидировано половину ВУЗа. Поблобинно. То есть, две операции проведены, которые можно подвести под категорию прихождения. Закрыть ВУЗы. Но их нельзя вот так прямо вот взять и какой-нибудь хороший ВУЗ закрыли. Такого не бывает. А как бывает? Бывает, что его берут, есть такой ВУЗ-пожиратель и ВУЗы, которые доноры. Которых присоединяют к ВУЗу-пожирателю. И после этого самого, этой операции, не остается этих доноров. Например, политехнический университет. Ну, если он политехнический университет, чего он должен учить? Технологиям, техникой, техническим наукам. Разно. А вот на углу политехнической улицы и Новороссийской улицы был торгово-экономический университет. Мой заведор, профессор Казенов, был там заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций. И вот беда этого торгово-экономического университета оказалась, что он на политехнической улице одной стороной выходил на политехническую улицу. Его взяли и присоединили по этому принципу, потому что других никаких нет в принципах. Как можно торгово-экономический университет присоединить к политехническому университету? Никак. А ну, раз они на политехнической улице стоят оба, тогда и присоединились. А когда присоединили, говорят, о, а тебе как-то при философии зачем? Подумайте сами, зачем тебе кафедры философии в одном углу? Странно. Раз, и смотрю, мой коллега уже, профессор кафедры правой истории. Потом я решила, зачем эти кафедры вообще? И раз, и уже там есть просто центр общественных делок, и в кучу все кафедры сложили. А в чем смысл кафедры? Кафедры складываются организационно или вокруг научных школ. Вот в историческом, на историческом факультете есть ученые, которые давно занимаются какой-то проблемой. Они имеют соответствующие труды, имеют своих учеников, аспирантов, докторантов, кандидатов, врачи-докторов. И вокруг них складывается научная школа и направление. А кафедры слили в политехническом сфере кучей, назвали это. Центр общественных наук, и все. Вот мой коллега сказал, плюнул на это все и ушел из этого самого политехнического и все. Или три экономических вуза были в Санкт-Петербурге. Как происходило их прихождение? Один вуз назывался «Финансово-экономический университет». Напротив, на канале Грибаедова, рядом с Невским. Это старинное здание банка. Там сюда придешь, там чувствуешь, что тут финансы, экономические все. Второй – это инженерно-экономический институт. Ну, потом он написал. Инженерно-экономический, но в углу Марата и улица там Марата. На Кузнечный и Марату. Вот там. А второе здание на Привовской улице – это за обводным каналом. Туда надо идти вот за Пушкинскую, потом перейти за обводный канал. И пешочком можно дойти до этого здания на Привовской улице. Третий наш вуз экономический – это был такой институт технологии и дизайна. Потом, соответственно, университет технологии и дизайна экономический. Его, он находится около Паркоросовского, Ломоносовского, метро Ломоносовского. Вот его тоже присоединили. Вот три вуза. И сделали один экономический университет. Говорят, а потом, а зачем три кафедры там политэкономии? Не надо. А зачем три кафедры? Ну, а вы же понимаете, что от того, что их вот собрали как бы в один вуз, от этого они ближе-то не стали. То есть, как люди не едели туда, в те края там, ни с того ни сего не поедете, на Ломоносовской, для того, чтобы поговорить с коллегой. И оттуда тоже так же они приезжают. И так же они все равно разделены от этого, от такого соединения юридического. Никакого соединения не произошло, а сокращение штатов произошло. Сокращение штатов произошло, значит, денег больше может быть используем для обогащения. И все, что у нас уже показывают. Поговорим сообщить свежую сифру, если где-то происходит прихождение, прихождение где-то идет и возникновение. Например, за три года, за 14, 15, 16 год, реальное содержание заработной платы очень сильно сократилось в России и составляло в семнадцатом году, нет, в шестнадцатом году составляло 92,5% от уровня 13-го года. То есть жизнь идет вперед, а реальное содержание заработной платы находится в процессе возникновения или прихождения. Если стало 92,5% от уровня 13-го года. Идет процесс прихождения. Может, жизнь становится веселее, я верю, что оно веселее, но то, что реальное содержание заработной платы уменьшается, это статистический, экономический факт. А у граждан, если мы просто берем граждан, сюда попадает студент, из их великолепной стипендии. Сколько у вас стипендий? Полторы? Ваша стипендия сократилась, реальное содержание стипендий сократилось до уровня 90,5% от 2013-го года. Стипендии студентов. Все доходы, пенсии, пособия, инвалидам, всякие платежи, всего это сократилось гораздо больше, чем зарплата. Зарплата 92,5%, а это 90,5%. Ну, вот, а это есть еще более свежие данные. Вот, но по тем данным я вам дал данные о зарплате. А как с прибылью дела? А дела с прибылью обстоят так. Для 2016-й год процент долларов-миллионеров составил прирост. 10% прирост долларов-миллионеров в России. Не зря же там сокращают. Если где-то убавляется, значит, где-то прибавляется. А долларов-миллиардеров аж 11%. И вот самые последние данные я недавно вычитал в российской газете, которые нас, просто и наши сердца, наполняют гордостью за наш богатый класс. Значит, количество людей в России, которое располагает 500 миллионами долларов, за 2017-й год, выросло на 22%. Вот вы можете гордиться темпами роста богатства самых богатых. Ну, в такой стране в мире, где были такие темпы роста. 22%. Ну, что это Америка? Это ничто, по своим стамям. А Англия, это вообще даже и разговоры нет. И Германию мы перегнали, и Японию. А разброс по доходам у нас, то есть он считается специальным показателем, для которого называется десильный коэффициент. Десильный коэффициент – это отношение доходов в 10% самых богатых, и вот этот десильный коэффициент в странах скандинавских составляет 3-5, в Европе 5-7, в Соединенных Штатах Америки 9, в России 32. Поэтому не надо говорить, что у нас нет таких успехов. Успех в смысле роста социального неравенства у нас гигантский. Чтобы вы все реально представляли, как это получается, я хочу вам предложить некоторую такую картину. Представим себе, что я ваш руководитель. руководитель, хозяин завода. А вы уже закончили это все и работаете в музее заводском. И вот на заводе всего, а музей заводской, как вы понимаете, это бывает только на крупных предприятиях. А у нас крупные предприятия, и там тысяча человек работают. И вот я подумал, подумал и решил, что надо вас собрать, выступил перед народом и объяснил. Вы же понимаете, что в стране кризис, что вообще у нас очень тяжелая обстановка, и надо потянуть немножко ремни. Вы хотите, чтобы наш завод существовал, и у вас была бы зарплата, и чтобы в вашей семье была бы еда. Хотите или нет, чтобы ваши дети не голодали. Вот вы как, против своих детей или за? Против. За. Но если вы за, надо на тысячу рублей поменьше вам сделать зарплату. Как? Вы терпите или закрывать завод? Вы же понимаете, что я собственник, а я имею право закрыть завод. Ну, ничего не хватает. Ну, тут вот дружно начинаются, появляются глаза, что не надо закрывать перетерком. Ну, если вы получали 25 тысяч, будете 24 получать. Ничего страшного, правда? Итого, каждый из вас будет получать. И вы там в музее, сколько там вы, 13 получали? Ну, 12 будете получать. Ну, вам все равно худеть надо. Это один способ похудения просто грузии. Еще больше стройные грузии. Итак, тысячи человек по тысяче рублей. Сколько, на сколько увеличилась прибыль? Посчитайте, пожалуйста. Тысячи человек на тысячу рублей, по тысяче рублей. Каждый. Каждому сократили сколько? Миллион. Миллион. То есть я вот как хозяин завода получил дополнительный что? Миллион. Думаю, а что это я так вот неправильно сделал? Это мы с вами просто проигрываем. Мы, может, вы мои заместители, мы с вами проигрываем. Говорю, нет, это не пойдет. Давайте я под вас 2 тысячи возьмем. Не умрут эти. Или сразу не умрут, по крайней мере. По 2 тысячи, если взять, сколько будет? 2 миллиона. Ну, хорошо. Вот если взять полтора, то будет вот как грудиня делал. У него полтора миллиона зарплат. Полтора миллиона? Отлично. В месяц. Ну, я вот решил по 2. 2 миллиона в месяц. А в год сколько я получу? Ничего не делаю. Ничего на производстве не делаю. Ничего. Не пошевелил рукой. Ничего не организовал. Никаких ни новой техники, ни новой технологии. Ни новой, ни повышения квалификации. Ни обучения. Ничего. Я просто взял с вас по 2 тысячи рублей. 2 тысячи умножить на тысячу. Получается 2 миллиона. Вот секрет богатств наших нынешних так называемых олигархов. Что они такое олигархическое делают? Вот эти наши олигархи, потому что что касается нашей обороноспособности, это все на государственных предприятиях делается. А что они такое нам сделали хорошее, что у них вот 17 миллиардов долларов, у того же самого Мардашова, например, и у других, у Лисина более 17 миллиардов, где-то около этого, у Ромы Абрамовича и так далее. То есть у вас вот прихождение, а у меня возникновение, у вас была зарплата, такое стало на 2 тысячи меньше. А у меня прибыль увеличилась на 2 миллиона в месяц, на 24 миллиона в год. Это же хорошо. Причем факт, подтвержденный статистически, что в годы так называемого кризиса, когда всем рассказывали, что у нас кризис. Ну если кризис, вы же понимаете, вот сейчас пойдете требовать повышения стипендий, а страна в кризисе. У вас совесть есть требовать повышения стипендий, когда у нас война в кризисе страна. Вы что хотите, чтобы Россия краснула? Вы же историки, вы же понимаете, история России зависит от вас. Давайте сделаем 1300 в кризисе. Вот это и происходит. Вы видите какие-то высокие технологические достижения, что у нас, значит, технические прогрессии, разговоры идут. А на самом деле что делается? А на самом деле машиностроение не растет. Станкостроение еле-еле поднимается, потому что оно разрушено почти до основания в 100 раз. Меньше производили станков, чем в 1990 году. Не закончено еще процесс восстановления. Вот поэтому этот взгляд, который у нас с вами сформировался, какой взгляд диалектический? Взгляд с позиции становления. То есть мы на все бытие смотрим как на приходящее, а на все, на любое ничто, как на возникновение. Правильно? И поэтому у нас нет ничего такого неподвижного. И поэтому мы все тенденции с вами замечаем. И у нас появляется некоторая какая? Социальная взорвость. И вы, поскольку собираетесь, так сказать, заниматься не только изучением. Во-первых, мы должны изучать все вот эти материальные или духовные музейные объекты, с которыми вы будете иметь дело как движущиеся, как находящиеся в процессе возникновения. Как они возникли, как они приходили, приходили, и что приходящее. И вы должны их в действии показывать, в движении. Ну и, соответственно, вы изучаете деятельность людей с помощью вот этих всех объектов. Например, средства производства. Это одно из решающих условий существования и развития человечества. Правильно? Поэтому вот смотрите, что получается. Вот у нас в музее есть каменные топоры, потом бронзовые веки, бронзовые всякие изделия. А вы были в этом каком-нибудь музее современного производства? Есть такой музей? Нет? Что это дело? А как мы тогда? А что сейчас в современном производстве? Вот вы где можете посмотреть? Нигде. На самом заводе есть музей. На самом заводе каком? Вы можете попасть на завод? Вы музеологу-то хотите, вы можете попасть на какой завод? Я могу прийти и сказать, мне нужно посмотреть в вашем музее. Вы можете, кому вы можете поприйти, то вы можете. Кому вы собираетесь говорить? Правильно. Ну, вы подошли к зданиям завода и что дальше? Подойду к охранник. Скажу, с кем я вам... Охранник? Охранник вам... Поговорить. Охранник вам скажет, что я, девушка, охранник. Мне сказано никого не пускать. Это охранник. Это не то, что раньше вылилось. Это не вот те люди, которые раньше там с вами разговаривали. Они с кем... Это люди из частного охранного предприятия. Наняты хозяином предприятия. Хозяин у каждого приходящего рассматривает, что тот хочет узнать, откуда у него прибыль. Хочет узнать, как он гробит здоровье рабочих. Хочет узнать, как он нарушает технику безопасности. Как он превышает время работы и так далее. Или он так просто вас то запустит? Наивный вы человек. Вы можете написать письмо. От кого? От исторического. От института истории. Пойдете, декан подпишет там, И придете вы с этим письмом. И сдадите вы это письмо куда? Направите это письмо на имя генерального директора. Он обязан вам отвечать или нет? Не обязан. А? Не обязан. Вот государственные органы, есть закон о письмах трудящих, об обращении граждан. Поэтому закон об обращении граждан любое должностное лицо, включая президента, обязанно вам ответить. Оно может не само, а через приемную. Если вы вот сейчас возьмете, наберете письмо президенту, быстренько наберете и пошлете спросить. Хочу попасть на завод, но никак не могу, мне нужен эмузиолог. Как вы мне можете помочь? Ваше письмо будет направлено или в Минэкономразвитие, или в Министерство промышленности и торговли, которые могут вам позадействовать. А если вы вот просто директору напишите, он вам не обязан вообще отвечать. Раньше средства массовой информации, если у вас что-то направили письмо, они должны как-то среагировать. А тут вам в самом конце пишут, что никакие письма, журналы, газеты. На письма не отвечаем, рукопись не возвращаем. Вот вы мне прислали рукопись. Хотели, чтобы я почитал и что-то сказал. А я не обязан читать и ничего говорить. По законам, которые сейчас существуют. И как вы узнаете? Ну неплохо было бы сейчас. Мы бы сейчас пошли на экскурсию посмотреть, на какое-нибудь современное производство. Такие планы есть сделать. На Урале в некоторых городах планы. Или в Москве. Показывать не любят прихождение, потому что производство находится в процессе прихождения. И такое показывать как-то не очень здорово. Вроде бы у нас даже есть неплохое производство, например, Петербургский тракторный завод. Так вы же придете и спросите, а откуда он взялся-то? А это просто кусок Кировского завода, на который весь Кировский завод распилен на куски. Это часть трупа. И эта часть трупа еще шевелится. Поэтому как-то не хотят это никому показывать. Или Светлана. На ней работало. 40 тысяч человек. В основном женский коллектив, приборостроительный. Но требуется, так сказать, для того, чтобы собирать приборы. Достаточно. Тонкие пальцы и умения. Работает три с половиной. Там всякие разные. Это только холдинг, который держат в общей акции. А так разные. Светлана, машиностроение. Светлана, то Светлана, все. Светлана, все. Много-много-много организаций. Что вам там покажут? Если вы посмотрите с внешней стороны. Это вот я нахожусь рядом с этой самой Светланой. И у нас даже дом был по адресу Светлановская улица. Потому что народ шел мимо нашего дома. По Светлановской улице. Потом Светлановский магазин. У нас уже и улицы такой нету. А у нас просто корпус в зале. И это уже непроездное место. И мы видим, что там и трубы не дымят. И все это разваливается на куски. И рядом стоит большое-большое здание. Которое после приезда главы администрации. Товарища Иванова Сергея Борисовича. Наш выпускник нашего филологического факультета. После приезда быстро стали его ремонтировать. Ремонтировали, ремонтировали. Сейчас обнесли забором. Написали на консервации. Оно тихо разваливается. Потому что, скажем, здание, которое не отапливается. Естественно, с ним что происходит? Зимой попадает влага. Весной или осенью попадает влага. Зимой она замерзает. И, так сказать, из любой трещинки появляется уже гораздо большая трещина. Оно потихонечку портится, рассыпается. Или вам известно, где у нас был, вот товарищи музейные работники. Где у нас музей сейчас находится военно-морского флота в России? На площади придал. А? На площади придал. А почему он тут так оказался? А где он был? В бирже. А? В бирже. В бирже. А что в бирже сейчас? Ничего. Ничего. А зачем тогда делали? Аварийное состояние. Аварийное состояние у здания было? Нет, это аварийное сейчас стало. Не было никакого аварийного состояния. Это вам в сказке рассказывают. Аварийное состояние стало тогда, когда оттуда уехали. И вот его никто не ремонтирует. Даже вот к самой вверху. Вверх там, видите, там закрыто зеленым. Это потому что уже осыпается лепнином на этом доме. Это вот у нас, как это вот, колонна называлась? Растральная? А что такое растральная? Это насы кораблей. Но он на месте был, этот музей? На месте. А там что было? А там был матросский клуб. Если вы знаете. Это такое невзрачное здание, красное такое. Никакой красоты архитектурно не представляющей. Загнали туда этот музей. Причем загнали. Вы в курсе дела, что этот Сидис, который занимался переездом? Нет? В курсе. Не в курсе дела? Миллиард подкрасили. Он к себе откачал. Миллиард рублей. То есть за 2 миллиарда они запросили за переезд. Дескать, нам сложно. Это все такие экспонаты очень важные. 2 миллиарда. Один миллиард упрал. Его посадили. И когда посадили. А это у Лизины Ивановны такая была идея. Раз у нас площадь сначала. Как площадь называлась эта? Вот эта, где стоял музей. Не знаете там? Пушкинская. Сначала переименовали площадь. Биржевая. О! Биржевая. А вообще с чего? Тут биржа была в этом доме. Ну давайте тогда выкинем отсюда этот военно-морской музей. Плюнем на этих наших музеологов с их музеями. И сделаем здесь бирж. А они поинтересовались у биржевиков. Им это надо? Им это не надо. И никто не интересовался. Вот Валентина Ивановна придумала, что надо сделать вот биржу снова. Для начала надо выкинуть отсюда музей. Ну куда его выкинуть? Нельзя же вообще его выкинуть. Поэтому вот это была операция с уворовыванием миллиарда по перевозу. Это все. А вы же понимаете, что такое музей на перевесе? Это же второй пожар. Это уже потребовало нескольких лет. Перевозили. Так, перевесили, убрали деньги. Посадили. Так, теперь, значит, люди, которые сюда приезжают, вот где и куда? Иностранцы стекаются сюда, на площадь сюда. Кто-то там поедет в самый матроский клуб. Куда-то там искать этот военно-морской музей. Который, тут Нева, тут Стрелка, Невы. Тут кругом вода, тут корабли стоят. А там что? А там канал Крюков. Что там? Что он там? Смотри. Так, что бирже сказали? Бирже сказали, мы что, идиоты? У нас тут средства связи подведены. Мы находимся на 26-й линии Васильевского острова. У нас все организовано. Зачем мы сюда поедем, это старое здание? Тогда оно стало пустовать. А пустое здание не отапливалось. Оно стало разрушаться. Тогда начали придумать, что с ним делать. Думали, думали, и придумали передать его Эрмитару, Петровскому. А Петровский это наш, он у нас завезет, как это? Не у вас, у нас. Ну хорошо, передали. И чего? И хотят придумать, что там делать. Что можно делать? Думают, давайте Геральдику туда накидаем. Не нужно им это, у них есть здание. Им же отдали здание вот этого самого штаба. То есть у них неосвоенных площадей тьма. И вот они им это дали. Ну, хотя тут будут пока там значки, знамена. Чего-то будут показывать. Когда будут? Когда отремонтируют. А пока оно разрушается. И продолжается этот процесс. Почему разрушается? А мы с вами знаем. Из наших сегодняшних занятий. Потому что все находится в процессе прикождения. Особенно приходит дом быстро, в котором никто не находится. Правильно? Потому что никто не находится, никто не наблюдает. Ни за протечками, ни за температурой, ни за сроками текущего ремонта, ни за капитальным ремонтом. Ну, это вообще тут проходит. Помните, устанавливают там школьники, проводят алые парусы. А там закрыты этой зеленой сеткой. Потому что стыдно показывать, как уже осыпается лепнина с этого здания. Ну, это что такое? То есть, это означает, не сохраняет нашу историко-культурную ценность. Само знание является историко-культурной ценностью. Оно тоже не сохраняется. И не используется. Вот что мы наблюдаем. Ну вот, мы с вами, сервисно, вполне понимаем, что эта категория восстановления является очень важной. И всеобщей. И нужно все, что мы наблюдаем, приежде всего рассматривать, и с точки зрения его возникновения, что тут возникает, и что тут приходящее. Если мы этого не делаем, мы, так сказать, полуслепые в жизни. Почему? Потому что мы не видим движение, а мы видим все застывшее, как на фотографии. А чем отличается кино от фотографии? Когда много фотографий, они быстро сменяются. Так ведь сделана кинопленка, да? Если быстро это прокручивать, их ставить надо быстро раз, на это место другое, потом третье. Или, как делается рисованное кино, вы нарисовали так, потом уже рака уже вот здесь, потом вот здесь. Можете даже блокнотик сделать, блокнотик и так, точка у вас перемещается, на следующей страничке она дальше, на следующей страничке, потом так раз, перегресняйте вас, вы увидите, как эта ваша точка перемещается у вас прямо на блокнотик. То есть это движение изображается, так сказать, что это можно показывать. Все находится в движении, и если кто этого не видит, не замечает, то он, вот так вот, ну, как бы, не в состоянии правильно воспринимать мир. Хочу привести пример, связанный с образованием в советское время. Говорят, в советское время хорошее было образование. Хорошее. В целом. Ну, и были недостатки, связанные с недостаточным изучением диалекции. В частности, вот мне пришлось читать лекции по политэкономии и социализма на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного института. У нас была программа, в ней написано «Возникновение и становление социализма». программа, курс. Вы что такое? Вот подумайте-то. Возникновение и становление. Можно так сказать? Нет. Ну, это ведь как-то, это же становление целое. Допустим, я скажу, «Вы – ваша рука». Как-то это странно. «Вы – с рукой, а вы – отдельно ваша рука. А что, уже их отломал? Что случилось с рукой-то? Что она говорит отдельно от вас? Так можно сказать? А где прихождение? А нету прихождения. Не было в программе, и никто не изучал. Никто не изучал. Прихождение социализма идет или идет только его строительство? Вот историки, как это звучало? Историки, философы, экономисты. Сначала переходный период, потом идет СССР, там новые достижения, завершили коллективизацию, уже и общественная собственность, деревни. Значит, закончилось социалистическое строительство. А что дальше должно быть после социалистического строительства, когда оно закончилось? Ну, казалось бы, вы сразу сказали, что это вот, вот вы сказали, да? Что это коммунизм после капитализма. Так коммунизм наступил или нет? Нет, никто ничего не пишет, что наступил коммунизм. А какой коммунизм наступил? Плохой. Что такое? Какой коммунизм может наступить после капитализма, после переходного периода? Какой? Неразвитый, незрелый, неспелый, с родимыми пятнами капитализма. В каком отношении? Во всех. В экономическом, нравственном и умственном. Это написано в Крисхегорской программе, у Маркса, это написано в государстве революции, у Ленина. Плохой, неразвитый, незрелый коммунизм, неспелый, называется, с родимыми пятнами капитализма, называется социализм. То есть социализм это как бы подчеркивание его неразвитой незрелости, недоделанности коммунизма. Что здесь вот полный коммунизм предполагает полностью распределение по потребностям, а здесь часть только по потребностям, больше половины, но часть, вторая часть по труду. Один имеет большую семью, другую маленькую, одного хорошее здоровье, другого плохое, а распределяется только по труду, независимо от количественности вашей семьи и вашего здоровья. Поэтому получается несправедливое распределение, потому что одинаковая мерка применяется к разным людям. Ленин в государстве революции пишет, что тем самым это бы еще буржуазное право применения неодинакового масштаба к разным людям, когда мы игнорируем их различия и не компенсируем это различие, а как раз, так сказать, под одну мерку подгоняем. Это характерно, поэтому справедливость и равенство первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливое. Вот, что написано в государстве революции. А нам, а вы слышали, такая концепция была, с которой умерла КПС, на устах? Концепция развитого социализма. Что может социализм быть развитым? Весь смысл социализма и его неразвенность. Вот, неразвенность коммунизма называется социализмом. Если он разобьется, будет полный коммунизм. Высшая фаза. Если он еще не полный, значит, это низшая фаза, то есть неравенство. А была концепция развитого социализма. Сейчас, можно сказать, разыскивают автора этой концепции. Кого судить, кого наказать? Кто автор этой концепции? Ну, кто такой разработал такую концепцию? Вот вы не назовете, я другие не называю. А те, кто делали эту жульничественную концепцию, антидиалептическую, их как бы и нету, не знают никто. Михаил Андреевич, наверное, с Услов этим грешил. У нас был конфликт с Китаем. Знаете, по какому поводу? Потому что мы объявили общенародное государство на 22-м съезде, а китайцы сказали, что, китайская компартия, сказали, что это, наверное, ревизионизм, что у нас должно быть государство, для которого трат. А начался конфликт между Китаем и СССР или китайской компартии и КПСС. И ходили люди, мне один товарищ рассказывал в Казахстане, он у нас был, здесь у нас учился, прекрасно говорил по-русски, казах. И работал потом завкафедрой ценообразования в Алматинском государственном университете. Вот они, когда здесь учились, они в это время ходили, придут в какое-нибудь кафе или там другое там заведение, столовую и начинают суметь там друг с другом спорить выдают за КПСС или за КПК. Он изображал китайца. Ну, поскольку он казах похож на китайца, он, значит, вот, мы Китай правы, а тут, значит, начинают другое говорит, нет, вы не правы. И тогда там люди, которые находились в столовой или в кафе, присоединяются частью к этому. И когда уже чуть ли не до драки доходит этот спор, кто прав, КПСС или КПК, они начинают собираться и уходят. И там продолжаются. А прав-то был Мао Цзэдун, а больше не сушбор закручивал. Но это же люди считаются теоретиками, секретарь по идеологии, Центрального Комитета, КПСС, КПСС, да как вы хотите, какие угодно на себя можете напялись одеждой, какие угодно, значит, здесь вот лычки, название взять, но если вы не разбираетесь в диалекции, то вы и не разбираетесь в ней. Поэтому пост высокий, даже очень высокий, пост не спасает, если у вас в голове нет теоретического понимания мира. Нет, не может быть никакого развитого социализма, потому что если вам социализм, то это просто неразвитый, неполный коммунизм. Или если вот вы молодой человек или девушка, это что значит? Это человек просто в становлении и больше ничего. Но это человек, не лягушка же, не другой какой-то вид или подвид. Это человек. Ну, молодой, да, а что, плохо что ли, что молодой, это хорошо. Молодой человек, девушка, это значит женщина в становлении. Чего-то тут непонятно. Точно так же, как мужчина в становлении, молодой человек. А если про женщину не говорят, что на человека, что она не человек, девушка, что человек или нет? Девушка человек, молодой. молодая. То есть, эта вот категория, которую мы с вами рассмотрели, она, можно сказать, одна из важнейших категорий. Это первая истинная категория диалектики. Истинная. Истинная, то есть такая, которая выражает противоречие, сама противоречивая, да? В нем два противоположных движения в одном движении. Все здесь туда и туда. Идет постоянная борьба. И вот она есть изображение всякой борьбы. Все есть в становлении. Это всеобщая категория. И она к чему применима, эта категория? Ко. Сему. К любому вопросу. Если вы не можете применить какому-нибудь вопросу, значит, вы виноваты. Потому что любой объект, надо еще внимательнее к этому подойти, объект, субъект, все, что хотите. Все, что есть, все есть, находится в становлении. Тогда мы легко можем разобраться в некоторых уже, вот переходя теперь к историческим примерам и к истории, и к обществу, мы легко можем разобраться в том, какова периодизация нового строя. Вот мы с вами можем пока это известно, просто можем перечислить различные общественно-экономические формации. Сколько мы их знаем? Пять. Помните, есть такое? Девочки играли, мячики кидают, я знаю пять девочек. Катя раз, Оля два, Женя три, Надя четыре, Ира пять. Я знаю пять общественно-экономических формаций. Первобытный общественный, общийный коммунизм раз, рабовладение два, Геодолизм три, Капитализм четыре и коммунизм пять. Никакого социализма отдельного нету, это нет такой формации. Социализм это просто первая фаза коммунистической формации. Поэтому, скажем, Маркс, критико-гостская программа, слово социализм вообще не употребляет. Нет там такого слова. А у государства и революции у Ленина есть. Но он говорит, то есть это закрепилось это название за вот первой фазой. Название можно так? А смысл общий? Что социо это общественное, что коммунизм. Коммунизм тоже. Это строй, основанный на общественной собственности. И тогда, получается, какие этапы развития вот этого нового общества, которое выходит из капитализма? Первый это переходный период. От чего к чему? Переходный период от капитализма к чему? Коммунизм. Потом идет коммунизм. Когда у нас коммунизм был в СССР установлен? Вы сказали примерно с 35-го года. А? Вы сказали примерно с 35-го года. Да. Для некоторых это новость, даже для тех, кто жил. Теперь-то они понимают, что жили при коммунизме, когда уже пожили при капитализме. Есть даже такая шутка армянское радио спрашивает, когда мы будем жить при коммунизме. армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили и хиднотар. То есть коммунизм в СССР был в 1936-го примерно, с 35-го, 36-го года. Что значит коммунизм? Коммунизм означает, что собственность на средство производства была общественной. Все производство полномерно подчинялось общественным интересам. Это не значит, что не было стихийности. Если я буду вам доказывать, что была сложная полномерность, вы мне скажете, что сплошной полномерности не бывает. Потому что то, что вы планируете, тоже находится в процессе прихождения. И сам ваш план находится в процессе прихождения. И все ваши наметки находятся в процессе прихождения. прихождения. Потому что гладко было на бумаге, а забыли про враги, а по ним ходить. Поэтому такого не может быть, чтобы как нарисовали, так и будет. А будет немножко не так. И будет это все приходящее. И даже такая красивая фраза, которая употреблялась, что план это инструмент осуществления экономической политики партии, такая красивая, да? Если вы внимательно в нее смотритесь и вдумаетесь, что все инструменты, которые вы используете, тупятся. Если вы ножом режете, он затупляется. Если вы используете долоту, она тоже тупится. Уже не будете долбить так успешно. Надо затачивать. А что происходит с планом? Вот я вам запланировал, и все, а вы заболели. Вы запланировали и не выпустили продукцию. Ну, или выпустили меньше на 10% в вашем коллективе. Была эпидемия, и у вас меньше выпущено. Вы поставку осуществляете 100 предприятий. Значит, 100 предприятий не получило комплект, то, что необходимо для комплектации изделий. Вы же машина без колеса не поедет? Или без зажигания? Или еще без какой-то детали? То есть, или телевизор, если телевизор готов, но не пришли конденсаторы? Или конденсаторы пришли, лампы такой нет? То есть, вот эти 100 предприятий не получили необходимые составные элементы для своей продукции. А они тоже 100 предприятий не поставляют. И тогда по всей экономике идет цепная реакция невыполнение плана. Когда началась эта так называемая перестройка, вот был такой бунич, который член-корреспондент пойдет, он сюда приезжал и выступал у нас по телевидению ленинградскому. и очень обижался, что его как-то не восприняли у нас в Ленинграде. А я тогда был консультантом ленинградского телевидения, я на собрании сотрудников ленинградского телевидения объяснил, что он не понимает что телевидение это такое искусство, которое показывает людей такими, какими он есть. Он может сколько угодно быть членом-корреспондентом, но если он несет такую ахинею, то эта ахинея в чем видна. А в чем была ахинея? Он придумал, что предприятие не выполняет 10% на 10% план и за это получает премию. Это называется допустимое невыполнение плана. Категорию новую ввел в экономическую новую. Внаглую опубликовал этот вопрос к экономике, получил за это гонорар, и это вот зараза, а именно разрушение планомерности, оно пошло просто трещать по всей экономике, а он был идеологом этого разрушения. Поэтому даже красивые такие высказывания, инструмент, реализация, но если это инструмент, он затупиться может. А почему? А почему он может затупиться? А потому что все приходящее. Все приходящее, поэтому не должно быть просто красивых фраз. Как бы вы красивые, что они называли, у нас есть, например, органы, следственный комитет, он ловит, а в следственном комитете нет, что ли, взяточников? Не поймали? Уже поймали. А прокуратура? А у нас два прокурора. Один в тюрьме сидел, Илья Ершенко, три года, исполняющий обязанности генерального прокурора России. Сидел в тюрьме, три года. За что сидел, я не знаю. Вот у меня даже звание, есть ученые, профессор по капитре экономики права, но я источников таких не видел, по которым я могу понять, за что человека посадили в тюрьму. Генерального прокурора, исполняющего обязанности, генерального прокурора России. Потом выпустили. И тоже не объяснили, за что выпустили. Почему, если вы держали, вы выпустили. И все это покрыто мраком. Потом был другой прокурор. Может, вы это услышали, фамилию Скуратов. Слышали? Вот Скуратова обвинили в том, что у него много костюмов. Шесть костюмов. Как это так? Он генеральный прокурор, у него шесть костюмов. У меня тоже вот, ну, пять, наверное, точно есть костюмов. Думаю, может, меня тоже обвинят и снимут. Ну, потому что я все-таки прихожу, вот так сказать, и у меня-то. Такая работа, когда не должен, чтобы не было неприятно смотреть на того, кто выступает как. Короче говоря, ну, это мало. Потом, значит, какую-то пленку запустили. В этой пленке показано, что он, так сказать, на массаже, в каких-то массажистах. И эту пленку прогрузили и сняли его. А как сняли? Ну, в общем-то, незаконно, потому что так и непонятно было, за что сняли для этого человека. Короче говоря, пока его сняли, в этом, назначили генеральным прокурором Чайку, который сейчас, генеральный прокурор. Или другими словами, пока он не был в своем кабинете, туда залетела Чайка. Потом все обвинения со Скуратова, какие ему предъявлялись, все сняли. Он, как генеральный прокурор, бывший, добивался. Справедливость. Все отбили, все обвинения. А в кабинете уже сидит Чайка. Она только залетела в этот кабинет, а уже ее оттуда никак Чайку не выбили. И все. И так он, он пытался где-нибудь залететь, но поскольку он не Чайка, он так высоко не взлетел. И вся, вся история. Это вот прокуратура. Поэтому таких у нас ведомств, в которых было что-нибудь, а у министра обороны, Сердюков, ничего про него не знаете? Это же ужасный был министр обороны. Наглый, так грубый. Что это Адама его, который называют его подругой, не знаю, подруга, любовница, наверное, подруга его. Так это тоже. Избежала всяких наказаний в итоге и находилась под домашним арестом в своей маленькой 13-комнатной квартире в Москве. И, правда, ей браслет сделали на ногу, чтобы она могла ходить гулять. Она ходила-гуляла и картины всякие. А потихонечку так все это дело сошло, что она так немножко посидела, она, правда, несколько месяцев. Они объекты Министерства обороны за гроши продавали. Видимо, себе получали деньги. Это Министерство обороны, которое стоит на страже, обороны нашей страны. И этого самого Сердюкова убрали. Потом он по амнистии тоже обошелся без уголовного наказания. А у амнистии, это освобождение от наказания по нереабилитирующим признакам. То есть он, его никто не реабилитировал. Он не невиновный, он виновный, но его не наказали. То есть остался безнаказанным. Сердюков разваривал армию нашу. Суда-то не было. А? А мне в суда не было. 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 Потому что для того, чтобы освободить по амнистии, надо, сначала иметь решение суда, а потом его освободить по амнистию, тут же сразу ее звать. А решение суда можно быть по такой статье, по которой можно сделать амнистию, а не по-другому. что у нас такое, что бы не подвергалось вот этому процессу прихождения. Ничего такого нет. Поэтому мы должны быть очень зоркими. И что мы должны самое главное различать? Что прихождение, а что возникновение. Правильно? И даже мы знаем, что мы знания получаете, но у вас ведь память, она же человеческая, она же имеет такое замечательное свойство, что забывается о том, что изучаешь. Поэтому как вот запомнить то, что очень нужно? В частности, одно из средств, это вот выделили для себя такие ключевые, решающие, фундаментальные категории, которые никогда не надо забывать. Их мало. Вот смотрите, становление такое маленькое, мы с вами говорим уже второй, вторые, скажите, вторые полтора часа, как его применять. Вот теперь, как его применять тем странам, которые сейчас называются социалистическими. Куба социалистическая страна или нет? А что это значит социалистическая страна? Там социализм есть на Кубе или нет? Нету. Нету там социализма. Там был социализм. А потом миллион рабочих перевели в самозанятые. Что такое самозанятые? Это такое хитрое название мелких буржуа. То есть вот вам средства производства, вот вам лопата, что вам кирка, или вот вам мочите, идите там, рубите сахарный красник и будьте здоровы. Выращивайте, что хотите и кого хотите, каких угодно животных заводите, еще что-нибудь. Короче говоря, вы не работаете на государственных предприятиях. То есть вы снова попали в переходный период от капитализма к коммунизму. А на Кубе был социализм, то есть был коммунизм первый валют при Фидели Кастро. А брат из всего уже, при братстве его, Раули, вот миллионы ушли самозанятые. То есть там переходный период. В частности потому, что Россия уже не могла, как Советский Союз помогал им не удержаться. Слабая экономика. Поэтому это социалистическая страна, в которой социализм не построен. Само название социалистическая страна что означает? Что построен социализм или не построен социализм? Неизвестно. Социалистическая страна означает только одно, что прошла социалистическая революция. И диктатура Бургазия сменилась диктатурой пролетариата. И все. Больше ничего. Поэтому говорят, как же Китай социалистическая страна, если там столько капиталистов? Так это же социалистическое государство, социалистическая страна. А социализм там не построен. Там была революция в Китае в 1949 году, прошла? Все. Значит, страна социалистическая. А сколько будет переходный период? Вот они говорят сто лет. Так за сто лет там миллиардеров будет. Но они десятки тысяч коррупционеров уже расстрелят. Коррупционеры. А у нас коррупционеры на хороших видных местах сидят. Ну, кроме некоторых уже начали. Вот Улипаева, Белыха из Кировской области. Вот тоже назначили человека губернатором. А он был в процессе прихождения. Не интересы государство защищал, а деньги присваивал взятки получал Белых. То же самое Хорошавин губернатор Камчатки. Ой, Сахалина, прошу прощения. Сахалина. Губернатор присвоил один миллиард восемьсот миллионов взяток получил. Богатая у нас страна? Если за взятки только миллиард восемьсот одного губернатора. Я думаю, она бы богатая страна. Или вот мы видели у Захарченко полковника нашли восемь миллиардов сумков прямо в плечах лежал в квартире. Не знали, куда их мраком покрытым. Мы так не знаем. Происхождение неизвестно. Вот случайно у вас нет дома случайно восьми миллиардов рублей? у Захарченко случайно как-то оказалось. А у вас нет. Он тоже говорит, что у них ничего нет. Некоторые опытные работники следственные говорят, что нет таких, которых мы еще не раскололи. Наверное, это просто недостаточно проверено. достаточно обследование. Вот вы подумали, извините ли, у вас там 8 миллиардов рублей? У Захарченко было. И он так возмущен, что это все у него хотят конфисковать. Уже принято решение передать собственность государства вот эти 8 миллиардов. Еще один у него не в мешках был, а в драгоценностях и на счетах. Всего 9 миллиардов. А также всякие там машины его, и участки которые на родных родственников записаны его. И все это заходит государство. Просто вот обездолили человека, но никакую. Просто забрали самое необходимое для жизни 9 миллиардов рублей. То есть государство конечно у нас очень злобное, оно вот забрало 9 миллиардов у человек, которые непонятно как появились у него. Вот он никак не может происходить объяснить не может. А общей объяснить откуда идет это прихождение разрушения государственного аппарата, прихождение государственного аппарата, это можно объяснить, это я могу объяснить. у нас какой сейчас принцип главный, у нас какой сейчас струк? Капиталистический. А какой принцип главный капитализма? Все для общества или все для личности? Ну значит главный вот приоритет личных интересов, правильно? Если я принципиальный человек, я должен стоять не на позиции приоритета общественных интересов, а приоритет личных. Вот если я стал министром, что я должен сделать, я министр? Ну это только я принципиальный иметь в виду, принципиальный. Если у нас принцип приоритет личных интересов, о чем я должен заботиться прежде всего? То есть я делаю какую-то государственную работу, я министр, да? Чего-то я подписываю, планирую, намечаю, докладываю, отсчитываю, но главное, что я должен сделать за время находения министра? Да, вот просто приятно с вами я делаю. Четко, ясно, логично, правильно? То есть если я принципиальный, а принципы у нас везде провозглашен, записан, конверт, видели, как почтовый тело строил? Раньше дураки писали, как? Россия, потом город, потом улица, потом вы. Нет, сейчас сначала на меня напишут Попов, потом дом, где я живу, 10, потом улица, потом город, и в конце Россия. Россия вообще в конце. И что эти самые почтовые работники, они что, будут танцевать от фамилии, что ли? Они все равно пойдут вниз и снизу вверх будут читать. Потому что какой принцип не объявить, все равно при распределении корреспонденции нужно идти от общего к частному. Сначала страна, это не в Канаду пошло, а в Россию, не в Америку, а в Россию, а в России в Тамару или Волгоград или Петроград, Петербург. А потом на какую улицу, потом уже дома, если есть корпус и корпус, а потом только фамилия. А вот тут у нас это конверт тогда, чтобы вы, когда и конверт пишете, не забывали, что главный у нас приоритет личных интересов. Если вы везде носитесь как списанные торбы с этим приоритетом личных интересов, чего же вы удивляете, что у вас министры берут взятки. Ну, если я министр стал и буду неизвестно сколько лет, может пять, может семь, может восемь, что нужно мне сделать успеть? Ну, обогатиться, ну, я могу сразу наворовать. Мало ли каких, я форму. Может, меня просто принесут, вот вы сейчас придете и принесете подарок. Я не раскрывал этот подарок, приду домой, а там всего миллиард. я прихожу в следующий раз, да я чего этого мало то дали, почему миллиард? А этого я зато от чистого сердца. А, ну, Ну, так примерно объясняют. Библик так объясняют, но его поймали-то, когда он получал взятку из старания, причем если то, что давали предварительно соответствующим составом, обработали эти доллары, чтобы он потом не говорил, что он их не получал, потому что раз он их пересчитывал, у него все руки тоже в этом составе были, раз их просветили, сделали очень грамотно, а все равно нет, не может, такой честный человек, он не может взять, не может, но взял, ну, взял, если как же он не может тогда взял, вот в наглую доказывать, нет, он не взял, да честный человек, ну, первое, что делает жулик, спросите меня, сворвал я миллиард или нет? Да вы что, да никогда, вот мы это наблюдаем, поэтому элементы прихождения могут носить какой-то случайный характер, а могут заходить довольно не случайный характер, если такие принципы, то, значит, государственное управление при капитализме обязательно, в силу этого противоречия, что он должен как бы государственные интересы обнести, а в то же время принцип проглашен личного обогащения, и он там и обогащается, в итоге там вы смотрите, Владимир Владимирович самый бедный наверное по доходам, среди всего государственного аппарата, возьмите трудного там, у него там миллионы такие большие, и то, когда вам рассказывают про декларацию о доходах, туда все включено богатство или нет этих пределов? Нет, а главное богатство в чем капитализме? Самое главное богатство капиталистов в чем заключено? Это машина, квартира, дача, земельное участок, это сколько в этом году наличных получили, а в чем главное богатство капиталистов? заводы, фабрики, средства производства, у меня допустим 7 миллиардов стоит завод, он попадет в декларацию? Нет, в декларации я рассказываю, что у меня вот у меня квартира, земельное участок и что-то там еще, все, и доход за этот год, то есть я завод не продавал, если я продам завод сразу, у меня будет доход 7 миллиардов, а так они у вас доход не фигурируют, а когда я перехожу на государственную службу, я как бы вам заявительное управление дам, ваша задача будет пока я на государственной службе из 7 миллиардов сделать 9, тогда вы получите от меня миллиард, а у меня будет уже 8, понятно? Наша сделка ясна, вот вы едем заниматься, у меня я передал доверительное управление, собственникам-то я остаюсь, а я вам доверил управлять, у нас потому что договорились с коваренностью и все, и они как бы на государственной службе, они как бы и не капиталисты, кавы, но на самом деле они капиталисты, и пока они на государственной службе, они там богатеют, в это время и заводы их расширяются, и они богатеют, хотя это ни через какие бумаги не проходит, а когда вот стали выгонять Пугачева, сенатора Пугачева из высшей палаты нашего парламента из Совета Федерации, и он вынужден был продать два завода, которыми владел, у вас сколько заводов в собственности нету? Нету собственности завода? Ничего такие бедные, у вас тоже нет завода в собственности, а у Пугачева был Балтийский завод и Северный верфь, причем Северный верфь вообще строят только военные корабли современные, а Балтийский завод всякие, и военные, и гражданские, и ледоколы, в Ледокол Арктику построил миллиард атомный, два завода, вот у него долго их отбирали, он вынужден был продавать, а раз продавать, у него раз два миллиарда образовалось дохода, тогда он пошел в декларации два миллиарда эти, а потом у него еще был Межпромбанк, который ему принадлежал, он сам же в этом банке и хранил все свои миллиарды, и так сказать, еще и собирал со всех остальных, если я имею банк, значит я ваши мог деньги взять, ваши деньги взять, ваши деньги, и другим давать чужие деньги и получать доходы, что такое банк, в чем он занимается, нынешние банки, чужие деньги дают чужим людям получать себе прибыль, хорошее дело, а у вас нет банка, так о чем вы тут, что сидите тут не исторически, вот люди тут развиваются, а вы тут все сидите, музеи, охрана памятников, отставите, от трендов. Значит, если вот правильно оценивать, что такое переходный период, страна, которая совершила социалистическую революцию, называется социалистической, независимо от того, построен ли я социализм или нет, скажем, Россия была, или соответственно Советский Союз был социалистическим моментом его, возникновение этого государства, этой страны, но построен был социализм только в середине 30-х годов, вот поэтому это такая, Советский Союз стал такой социалистической стороной, в которой был построен социализм, а потом разрушен, начиная с 61-го года пошло разрушение. Теперь если мы возьмем Кубу, значит, там переходный период, а был социализм, но шел обратно, переходный период. Теперь если мы возьмем Вьетнам, Вьетнам, социалистический Вьетнам победил Соединенные Статы Америки, и в итоге территория Вьетнама увеличилась почти вдвое, Южный Вьетнам тоже стал социалистическим, это большая, крупная социалистическая страна, в ней численность населения 90 миллионов человек, 90 миллионов. На каком этапе развития находится Социалистическая Республика Вьетнам? Переходный период, то есть там есть предприятия социалистические вполне, государственный сектор, который представляет свое социалистическое государство, а есть частные капиталистические, и есть капиталисты и довольно богатые. Они имеют плантации, в том числе кофе производят во Вьетнаме. Вот мне товарищ компаньон и близкий товарищ товарища Пучкова, поскольку они были во Вьетнаме, привез и подарил вьетнамский кофе. Я дома пью вьетнамский социалистический кофе. Но производится это кофе, как выяснилось вчера, на капиталистическом предприятии во Вьетнаме, который сам капиталист работает там, но предприятие капиталистическое в социалистическом Вьетнаме. То есть социализма в Вьетнаме пока еще не построен. А построен ли социализм в Лаосе? Не построен. В Китае не построен, в Лаосе не построен, на Кубе не построен. А где построен? В Корейской Народно-Демократической Республике. Там частной собственности вообще нет. Нет никакой. Поэтому там только общественная собственность, и поскольку там только общественная собственность, по определению социализма, то есть там коммунизм в первой фазе. Я там был в 1992 году как руководитель делегации, в которую входил еще представитель нашей газеты Народная Правда и нашего Ленинградского телевидения. И мы вот сделали передачу на телевидении, вот тот, кто с нами ездил, товарищ, и две больших статьи в газете Народная Правда опубликовали о ситуации в Корейской Народ Демократической Республики и там конечно ни бомжей, ни проституток, ни безработных нету, ничего такого нету. Прекрасно развивается наука, культура, образование, технологии, чистота, и это действительно как они говорят, сторона утренней свежести, она все восстановлена, все было разбомблено, полностью пхеньян, американцы стерли лица земли полностью, ничего не было, пустое место было, все подстроено, прекрасные дома, прекрасные сооружения, прекрасно охраняют наши памятники, народ культурный, образованный, накормленный, но не богато живут все, не богато, потому что 20% территории только пашня, остальные 80% это горы, поэтому у них есть все полезные ископаемые для самостоятельности, кроме нефти, нефти нету, и когда мы там были, нас возили на двух мерседесах, но автобусы не ходили, потому что нефти не хватало, они нуждаются в нефтеприводной, а что касается риса, самый высокий урожай в мире, риса там, в Японию отправляют на экспорт рисовую солому, вот, а там молотили рис и туда, а там делают уже в Японце и циновки, и нехтапки, и прочие всякие поделки из рисовой соломы. То есть в этом смысле и увидели там некоторый опыт, которого не было у Советского Союза, может быть, если бы он был, он бы просуществовал гораздо дольше. Значит, ситуация такая, поскольку с нами встречались в Центральном комитете Трудовой партии Кореи, и сказали секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, говорит, вы извините, я с вами встречаюсь раньше положенного срока, потому что с вами должен быть заводелом сначала встретиться, а потом уже я как секретарь. Но у нас такой ведь порядок существует в Трудовой партии Кореи, что каждый руководитель, кроме одного человека, кроме генерального секретаря, вот каждый руководитель должен один месяц в году проработать неосвобожденным секретарем партийной организации или в совпозе, или в каком-нибудь промышленном предприятии. То есть вот если они сажают рис, а рис как сажают? В ручную, в воду, в рассаду, надо прямо туда, в воду, надо ходить в этих запахах, и так, вот он как месяц поработает вместе с трудящими, после этого у него хороший навык, и он прекрасно знает, но если он месяц в году работает, если он рабочим работает, то рабочим, если на заводе, если он рис сажает, то он как крестьянин работает, и он остается партийным руководителем, но вот этот месяц он проработал не особо не освобожденным секретарем партии организации вот этого предприятия. И поэтому я видел, как люди приходили нам показывали, разговаривали, приводили, нас сопровождали из Министерства иностранных дел, из Центрального комитета трудовой партии Кореи, в пиджачках, со значками Кимир Сена, с иголочками, все красиво, чисто. А когда нужно было показать, как работает молотилка и как вяжут снопы, он сначала объяснял, а потом скинул свой пиджак и начал ловко вязать снопы и кидать, вязать снопы и кидать. То есть обмолочил, сначала берут снопы для обмолота, развязываются, потом обмолочивают и только закидывают. И те молодые ребята, которые там работали, которые сначала так немножко перепугались, пришли иностранцы, да потом пришли из ЦК, из Министерства иностранных дел, а тут как раз он так вот лихо работал, все поняли, свой, у них так сразу пошел разговор, который мы не понимали, но видно было, что они уже заговорили как товарищи. Вот такого у нас не было в Советском Союзе. И отрыв руководителей обычных трудящихся был колоссальный. В КНДР такого нет. И это их делает довольно прочным устройство их общества. И эту прочность все поняли, в том числе и Трамп, который писал, писал, что я тебя уничтожу, мы эту вашу страну спалим и так вас накажем. Ждите самого страшного. А потом, когда Россия и Китай высказались однозначно в поддержку КНДР, сказали, что только переговариваться. Потенциал России и Китая вместе взятый значительно превышает ракетно-ядерный потенциал США. по отдельности не превышает. По отдельности вот у России и США прийти, а вот Россия с Китаем превышает. Китай по своему вероятно, я думаю, очень сильно уступает США. Опять-таки Россия с Китаем превышает. Поэтому, когда Россия и Китай заняли по детству, стало ясно, что никаких там перспектив, никакие нападения на КНД они имеют. И тогда в Твиттере Трамп написал Ким Чен я хочу с тобой подружиться после того, как он писал, что мы вас уничтожили. Почему ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю тебе, что ты маленький и толстый. Ну, а сейчас после Олимпиады вот уже Ким Чен Кин съездил в Корее сообщили. В Южную в Пан Мэн Джон. Я в этом в Пан Мэн Джоне был. Там есть такая комната переговоров примерно по величине такая, как вот эта аудитория. В ней стоит стол. Половина стола на Южно-корейской территории, а половина на Северно-корейской территории. А дальше вот рядом с этим столом там идет подстроенный американцами стена 250 километров, которая пересекает, 5-метровой высоты, которая пересекает весь Корейский полуостров Северный в Ответственное в сторону к Северному Вьетнаму и Паловое в сторону Южного Вьетнама. И там стоят зарывенные полицейские. Но я побывал и в Южной Корее, то есть обошел вокруг этого стола. Над этой стороне стола стоит 17 флажков. Это страны, которые во главе США находятся в состоянии войны с Корейской Народно-Демократической Республикой. А там в такой же вазочке один флажок Корейской Народно-Демократической Республики. Поэтому когда начинают доказывать, за что они так себя ведут так иначе их уничтожат. То есть они и страна отмобилизованы. Отмобилизованы особенно в вопросе науки и образования. Очень отмобилизованы. И воспитания, и дисциплина. И вплоть до того, что мы были на концерте, выступает девочка таким, поет такую песню хорошую, хорошим голосом, мелодичную. Но она когда идет выступать стройным шагом, поворачивается налево и потом поела. Потом, когда закончила, послухали, она так поворачивается и пошла. Страна наготовит. Это чувствуется. Потому что они, а вот те, кто были наготовит, не наготовит, как Советский Союз, когда тут сидели, дескать, мы распростролили, что говорил Хрущев, что мы построили коммунизм. Полностью и окончательно. Ну, такого ум, простите, социализм построили, окончательно. Такое мог сказать человек, который изучил категорию прохождения. Не мог. Ну, безграмотный человек, Хрущев, безграмотный искал. Он не изучал эту лекцию, не слушал такой. Книгу сам не читал. И вообще была манера, всякие помощники читают, эти ничего не читают, им потом приносят, те вот зачитывают и говорят, озвучить. Диктором работали эти, руководители партии, дикторами. А они должны соображать. Ну, можете себе представить, чтобы Ленин озвучил, что ему кто-то написал. Смешно. Или Сталин. Чтобы Сталину кто-то написал, вы бы написали, он бы взял, писал, и бы озвучил. Поэтому вот у нас было вот это. То есть заложено публично, сформулировано в 22-м съезде в закладе Хрущева, что у нас социализм победил полностью. И окончательно. Ну, раз окончательно, значит, ничего не надо делать. Бороться с прихождением не надо, правильно? Надо идти и получать зарплату регулярно, два раза в месяц. Что они делают? И тогда пошло разрушение. А раньше было разрушение при Сталине? Прихождение было? Ну, как это вот? Что вы качаете головой? Если становление является единством прихождения и возникновения. Было, было, но возникновение превышало прихождение, возобладало прихождение. Но оно все время было. И люди приходили, и предприятия, и что-то приходило в упадок, а в то же время что-то строили, создавали. Создавали больше, ремонтировали больше, чем ломалось. А если ремонтировать меньше, чем ломается, то идет всеобщее разрушение. Поэтому такого, чтобы не было, вот была и самая главная ошибка, думать, что прихождение нет. Было прихождение, поэтому все время подчеркивалось, в том числе и руководством партии и государства, что социализм строится в порядке классовой борьбы. И полный коммунизм тоже будет строиться в порядке классовой борьбы, пока не будет полностью уничтожен класс. И наоборот, как только объявили, что борьба прекратилась, пошло разрушение, а поскольку этому никто не провел, стоял, а за что противостоять же, он же полностью социализм победил, и окончательно, ничего не надо делать, ничего и не делаем. И он был разрушен изнутри и снаружи. Вот что мы получили. Поэтому то, что мы рассмотрели на второй лекции сегодня, это мы рассмотрели вопрос, а какое имеет значение категория становления или понимания вообще исторических процессов. Решающее значение, потому что она всеобщая, во всем это надо видеть, и как бы красиво и здорово не было, все устроено, допустим, вы говорите, вот там было или не было, только если вы с этим не считаетесь и подумаете, что его нет, тогда начнет быстро разрушаться. Потому что вы не боретесь с тем, ну что бороться, если его нету, раз его нету, не с чем бороться. А на самом деле оно всегда и есть с чем бороться. Вы сами по себе знаете. Если мы что-то не повторяем, не изучаем, оно уходит, даже знания из головы без особенных наших усилий могут пропасть, если они не применяются. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня лекция. Лекция наша пришла сегодня. субтитры субтитры